Дебаты и подписание протокола слушаний затянулись до глубокой ночи, так как разработчики пытались оспорить каждое требование общественности. В итоге общественность согласилась принять предоставленные материалы за основу с учетом всех высказанных претензий и проведения повторных слушаний. 11 марта прошли слушания в селе Кошагач. Кошагачский район последний перед российско-китайской границей. Здесь планируется проложить 251 километр трассы газопровода Алтай. Население Кошагача подошло к процессу общественных слушаний с уже заготовленными 24 вопросами, на которые предстояло ответить разработчикам проекта. Заседание открыл глава Кошагачского района Аульхан Джаткембаев. Бог, наверное, нам дал, хоть не чернозем, но эту, говорится, геополитическую зону, которую мы гранили с Казахстаном, с Китаем, с Монголией, нам тоже надо воспользоваться. Но его воспользоваться грамотно, чтобы нас не ободрали, и над нами, чтобы не издевались, над нами, чтобы советовались, и проекты при всех этих возможностях учитывали мнение каждого человека, мнение коллектива, общественности. Главными проблемами, которые волновали Кошагачцев, стали газификация районов, прохождение линии газопровода «Алтай» и возможность строительства автодороги вдоль газопровода. На вопросы общественности отвечал главный инженер проекта Павел Сергеевич Персидский. Я не знаю вообще, откуда идет такая дезинформация. Конечно, не предусматривается строительство никакой вдоль трассовой автодороги. На период строительства будут использоваться только технологические проезды, после чего будет выполнена полная рекультивация земли на этих территориях. И вдоль трассовой автодороги не предусмотрено, не строится, не учитывается в инвестициях, не закладываются эти деньги. Это абсолютно ответственно за я, за я. Павел Сергеевич, а у вас же в декларации было указано, что предусмотрим дорогу шириной полосы 18 метров, где положительную декларацию... Хорошо. Павел Сергеевич, обратно к первому вопросу. Можно, да, я подаю? Нет. Здесь написано, смотрите, на странице 34-й, ширина полосы отчуждения вдоль трассовой автодороги определена на основании ворума отвода земли для автомобильных дорог 7467-74 составляет 18 метров. Это ширина отвода земли на участок, где будет автодорога. Не так же написано. Да, кто же говорит, Александр. Мы это не понимали. Я же сказал, что один участок по территории Туанской области, где у населенного пункта нет технологических сообщений с областным центром. По территории Республики Алтай строительство дороги не будет вверх. Но тогда тут надо указать, что в Томской области зачем нас вводить в соблуждение. И этим все и пользуются враги. Да, конечно. И сегодня весь акцент сделали на то, что вот из Китая дорога, все, это для нас угроза. Вот за это слово зацепились все сейчас. Да. Надо было указать, тогда в Томской области остальных пяти субъектов не касались. Мы успокоились все сразу. По поводу газификации было сказано следующее. Скажу сразу, что технически забирать газ из экспортного магистрального газопровода это достаточно сложно. Опять же, я попробую, получат ли газ в близлежащие населенные пункты, будут ли отапливаться. И глава этого позволяет. Нет, так вы скажите нет. А то вы точно скажете через некоторое время, скажете, вот эти предварительные материалы, они не учитываются, так же, как и декларации. Понимаете? Мы хотим, собрались для того, чтобы узнать, обратно пойдет ли труба, тот к изумташе, к такурае, получат ли они газ. Если нет, так скажите, что нет. Отвечаю, что газопровод «Алтарь» является экспортом газопровода. И сейчас, на данной стадии, мы не предусматривали никаких сбросов. Еще нет инвестиционного решения. «Газпром» сам еще для себя не определил, будет ли станция или нет. Для этого и выполняется эта стадия. Жители Кошагача с энтузиазмом восприняли и оценили аргументацию представителей «Газпрома» относительно увеличения рабочих мест на период строительства и эксплуатации газопровода. И даже предложили ряд инициатив. Мне предложили вот сегодняшние мероприятия, разногласия, которые мы таком-нибудь туда включить пункт о том, что «Газпром» и его генеральный проектировщик в мероприятиях включили в вопрос в виде мероприятия пункт о том, что «Газпром» предоставляет перечень таких-то, таких-то, таких-то специальностей массовых или каких-то администрациям районов. То-то вот, чтобы мы знали. Второе, если эти вопросы, должны быть частью взять в своих учебных заведениях, подготовить, но не всех тех, но десятка, два, три, для строительства, туда строить с последующим. Общественность выдвинула целый ряд серьезнейших требований к проекту, с учетом которых предложенный «Газпрома» материал был принят. Эту землю дал Бог, и мы должны в Богорске послать, и его охранять, как Бог нам об этом сказал. И согласились. Есть общественные слушания по поводу газопроводов в Китай и в Горноалтайске. Они были встречены в серии подземных толчков в регионе силой 4,6 баллов. У входа в Горноалтайский университет участников общественных слушаний и представителей «Газпрома» встретил пикет. Это жители республики Алтай, несогласные с планами «Газпрома» по строительству газопроводов в Китай через территорию Алтая и конкретно через плато УКОК выразили свой протест, пожалуй, единственным доступным способом. Я знаю, что наша информация в центральной газете «Звезду Алтай», вот один черный наш материал не проходит. Нас поддерживает газета по скрипту. Да, нас поддерживает газета по скрипту. То есть получается информационная блокада? Есть такое. Есть такое, я не отрицаю, такое есть. У представителей властных структур республики и «Газпрома» таких возможностей предостаточно. Представители «Газпрома» рассказали о самом проекте газопровода «Китай». В республике Алтай он пройдет по Майминскому, Шабалинскому, Ангудайскому, Олаганскому и Кошагачскому районам. Продерженность его 591 километр. Это будет магистральный газопровод высокого давления 100 атмосфер и диаметром трубы 1420 миллиметров. Метод прокладки преимущественно подземный. Взрывных работ мы проводить не будем. На сегодня масса технологий, которые реализуются, взрывные технологии уводят в далекое прошлое. На сегодня используются при прокладке газопровода в горных условиях специальные механизированные поезда, которые профилируют и убирают грунт из траншеи глубиной 2,5 метра. Тут же его измельчают и возвращают в траншею. Опоры взрывных работ давным-давно ушли. Я имею в виду технологии «Газпрома». Взрывать не будут. Будут рыхлить. По проекту будет построено 16 тоннелей. Газопровод пересечет 250 водотоков, в том числе три раза реку Катунь, один раз Чую и один раз Акалаху. И поскольку газопровод магистральный и весь газ предназначен исключительно на экспорт в Китай, то абсолютно понятно, что в республике Алтай ни один населенный пункт не будет газифицирован. В процессе строительства газопровода параллельно ему будет строиться дорога. В процессе строительства газопровода никакой вдоль трассовой дороги проекту не предусмотрен. Это я вам заявляю с полной ответственностью. Можете это записать где угодно. Я подпишусь под этим, как угодно. Дороги не будут. Обслуживаться участок газопровода на территории Горного Алтая будет, как я уже говорил, мониториванием внутритрубной диагностики и вертолетным обследованием, авиаконтролем. На каждой крановой площадке, подчеркиваю, на каждой, через каждые 30 километров будет вертолетная площадка. Только вертолет. Никакой дороги не будет.